У нас разные есть модели для работы, но в части именно построения образа мы используем систему архетипов. Я сейчас расскажу, почему мы к этому пришли, и на конкретном примере покажу, как это работает. Собственно, как происходит перестройка образа кандидата на свою систему архетипов. Как мы к этому пришли? Образ кандидата, образ политика – важный элемент любой избирательной компании. Он позволяет и с видами работать, и с полями, потому что у вас агитатор должен за 8 секунд рассказать про своего кандидата. И это значит, что у нас должен быть очень сфокусированный в голове образ и говорил Казалучина до состояния, чтобы он ее воспроизвел, даже если он находится в больнице без сознательного состояния. Ну и, естественно, в медиа, это сам Бог велел, использовать образ политики. Для нас образ – это способ синхронизации между, собственно, кандидатом, характеристиками всеми его базовыми и запросом избирателями. У избирателей запроса одни, человек другой, и они обычно находятся в параллельных селенках. И нужно найти такой мостик, который позволяет людям воспринимать того, кому мы им предлагаем. К чему к 2019 году мы пришли? Сколько не колдуй, а получается все равно два образа. Один такой слева, другой справа. Сколько мозгоштурмов не проходило, сколько креативных совещаний не проходит. И у многих коллег так же. Все в итоге сводится к этой паре. Собственно, это человек, о котором я дальше буду рассказывать. Вот на его примере, это как раз 16-й год, выборов в Госдуму, это очень хорошо видно. Либо так, либо так. К чему это приводит на участки? Вот к этому. К битве хозяйственников с профессиональной политикой. Я ни в коем случае надеюсь, что здесь нет людей, которые работали с этими людьми. Это не критикой, не в минус. Просто вот в такой ситуации мы оказались. И нас это, естественно, не устраивало по одной простой причине. Ну, во-первых, если у нас выбор из двух образов, то мы очень сильно ограничены. У нас нет вариативности. Но самое главное, у нас нет инструмента тонкой настройки. И мы либо человека начинаем загонять в один из этих образов, и ему некомфортно, он себя плохо чувствует. А потом это видит избиратель. Либо избирателю пытаемся навязать этот образ, или он не верит в этот образ. В общем, одни сплошные проблемы. Нужен был инструмент, который позволял более тонко работать с образом политика и более эффективно производить синхронизацию между его базовыми характеристиками и его запросами избирателя. Ну, и как раз вот в тот момент с Евгением Николаевичем на футболе семинара мы эту систему увидели. Она показалась отлично работающей, и мы решили ее попробовать использовать. Собственно, что произошло? У нас появился более разнообразный выбор тех образов архитетических, которые мы могли использовать для того, чтобы открытие самый мостик между кандидатом, его характеристиками и запросами избирателя. У нас сильно расширился инструментарий. Да, как бы не все физические образы они могут быть использованы, да, есть более рабочие и менее рабочие, но в основном больше, чем два. Все, что больше, чем два, происходит. И, кстати, обратите внимание, что вот у Андрея Цеплева в конце список подходящих образов по политику, я просто случайно накидал примерно тот же. Ну, потому что они примерно одни и те же работают. Ну и плюс архитетические образы системы архитетиков. Она позволяет более эффективно отстраиваться от оппонентов. Когда у вас с одной стороны крепкий хозяйств, с другой стороны профессиональный политик, вам легче выделиться в этом ряду, и я это потом покажу. Что, собственно, здесь практически? В 2020 год выборы губернатора Иркутской области. Контекст. В декабре 2019 года в отставку ушел Сергей Левченко, коммунист, предыдущий губернатор Иркутской области. Назначен был Игорь Иванович Кобзеев, соответственно, временно исполняющим обязанности. Выборы прошли 13 сентября. Левченко нельзя было получать по закону. Соответственно, коммунисту нужно было найти другого кандидата. И этим передатом стал мой друг, товарищ Михаил Иович Кобзеев. Что нам нужно было сделать в первую очередь? На самом деле нужно было отстроиться от основных оппонентов, пока, как это не парадоксально, одним из этих оппонентов был предыдущий губернатор. Нам нужно было показать, что мы не то же самое, мы что-то другое. И мы просто посмотрели на их образы, и на предыдущие губернаторы, и на привык. Соответственно, Сергей Георгиевич – правитель чистый, и Коза правительный, и Лицо, и все остальное – чистый правительный. Ну а Игорь Иванович в тот момент был в таком образе правительный месец. Соответственно, нам нужно было найти то, что нас очень сильно отличает, но при этом позволяет сформировать у избирателя желание голосовать за нас. Мы посмотрели на нашего кандидата. Бывший силовик, местный, коммерсант. Для Иркутского область это неплохо. Там половина либо дети коммерсантов, либо дети, кто сидел. И у него была хорошая паранояльная ситуация психотипа. Да, она не главная, не основная, но паранояльная была. То есть целеустремленность, желание достичь результата – это все. То, что нам нужно было. И был запрос. У людей есть реагитные представления у жителей Иркутской области. С одной стороны усталость от негатива. Левченко полгода. Со времен Душкова не было такой негативной кампании на федеральной ТВ, какая была полегче. То есть это был просто вал негатива. Люди от этого устали. Они не хотели негатива, войны, борьбы. Они хотели удовлетворения. Но при этом и любовь к ловеркам. Такую слову, в семье и любовь к ловеркам слишком печальный опыт. Запрос на самостоятельность. Там все привыкли выживать самостоятельно. Они не хотят, чтобы не указывали, как лучше. Особенно у внешнего впечатления. И что для нас было печально, это падение протеста, который возникло в Санкт-Петербурге. Блова начала спадать. Это было грустно. Но мы вышли в эту ситуацию. Поэтому мы сформировали образ воина, который нас исключает от правителя. Который отвечает за просу избирателей на того, как вы представляете их самостоятельно. Такого, как вы достаиваете самостоятельность. Но при этом будет защищать его от внешнего впечатления. То есть это воин защитный. Ну и плюс местный наш. И стратегию. Наш воин защищает нас от залетного дракона. Воин против дракона. То есть, собственно, она в этой книге очень хорошо изображена. Наша задача была защитить область от приезжего поляга. Сейчас попробую включить ролик. Было много естественных вещей. И вот этот ролик, он, собственно, показателем, как разляется образом политика. Ролик в звуке, но не в видео. Нет? Вау. Узнали? Все это наши места. То, чем мы с вами гордимся. И мы уже сделали многое. Отстояли заслуженный, самый низкий тариф на электроэнергию в России. Не раз защитили Байкал от олигархов и бюрократов. А самое главное, боролись за справедливое перераспределение налогов. Но нас слышат, когда мы с силами. Я принял решение. Я иду на выборы губернатора Ягутской области. Я уверен, что региону нужен свой лидер, говорящий с земляками на одном языке. Мы победим и сделаем нашу жизнь лучше. Ваш Михаил Щадков. Воин и немножко бутэль. Ну, что в общем-то логично для оппозиционера. Дальше мы его немножечко в следующем ролике увидим в защитника. Кто мы? Винтики в системе? Безликий трудовой ресурс? За копейки вкалывающие на бюрократов и элегантов? А может быть мы нолики и единички в их отчетах? Нет. Мы живые люди. Со своими ценностями. Интересами. Своей душой. Со своим сибирским характером. И мы будем защищать наш Байкал. Наш Вискидалиф и наших земляков. Мы сделаем наш выбор. И защитим его. Кандидат в губернатор Иркутской области Михаил Щадков. Ну, соответственно, бюджет. Прямая поза. Человек идет на камеру. Личный ворит. Потом робро сработал. Фокусы группы снимали все, что надо. Людям заходило. Эмоциональная волна происходила. Контент сам расходился. Но в середине кампании мы поняли, что у нас из продеги не совсем рабочие. Оказалось, что дракон не дракон. Нормальный мужик. Общается с людьми. Ну, там на той стороне работали очень профессиональные люди. Я этим большим уважением отношусь. Которые очень хорошо понимали, что они делают. Поэтому дракон оказался вполне нормальным мужиком. С которым воевать было глупо. Он не дракон. Поэтому мы оставили образ, но сменили стратегию. И вместо войны с драконом сделали образ, историю про возвращение Одессея. Одессей приходит домой после длительной войны, совершив множество подвигов. А там бардак, и все плохо. Собственно, мы запустили проект, который назывался сериал «По дороге при Ангаре», где наш кандидат проехал по области, где показывался простого человека, который вышел из народа, который разговаривал с народом, и людям расскажет правду, чтобы он смог их защитить. Последний короткий, и все. Будет видео. Следует видео. А, так вот. Молчали, сидели. Тут вообще длинные. В самом себе, победа не вековая. Но значение не вековая. Мы решили выиграть, а две людей покупают. Это вранье. Никогда не вековая. Таша говорит, ты холоднее, и наравне. И не вековая. Не вековая. Не вековая. Не вековая. Не вековая. Не вековая. Дальшим переменами Наташа не ждет, не вековая. То есть воин остался. Это воин, который спустился на землю и защищает людей на земле.